МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интересный стилист-парикмахер Александр Крашенинников. Александр, прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, вы знаете, наша героиня Татьяна не меняла свою стрижку очень много лет, лет 30. Скажите, пожалуйста, ей и всем нашим телезрителям, как можно быстро сбавить свой возраст с помощью новых интересных стрижек? В данном случае то, что видится мне у Татьяны, проблема как раз не в стрижке, а проблема, собственно, в цвете волос. Потому что я вижу у вас по всей длине волосы блондированные, ваши натуральные волосы едва тронуты сединой, и сочетание на концах белесых волос, которые выглядят как неухоженная седина, и сочетание серых придает вам даже не возраст, а некоторую такую вот неопрятность и неухоженность. И мне бы хотелось освежить вас, мой взгляд, цветом волос. Поэтому в данном случае вот такие бы советы и то, что мне видится, я бы мог дать. Скажите, какие общие советы можно дать дамам элегантного возраста? Знаете, совет, наверное, вас не удивит, а многих, возможно, и удивит. Он очень прост. Чем старше женщина, тем короче волосы. Я не вижу красивым и чем-то таким вот замечательным, когда женщина глубоко после 35 носит длинные до поясницы волосы. Потому что это придает некий такой вот несуразный образ всему этому. Затем у каждого человека в любом возрасте видоизменяются и контуры лица. Щеки, то, что мы в простонародье называем брыльки, их можно скорректировать при помощи стрижки. Ну, давайте посмотрим, какие же стрижки мы рекомендуем дамам элегантного возраста. Модели, прошу вас на подиум. У вас чудеса не только в гардеробной, но и здесь на подиуме в качестве модели у нас очаровательная певица Ольга Зарубина. Приветствую. Ольга, спасибо, что вы к нам пришли. Ольга, скажите, почему вы выбрали именно эту стрижку? Ну, я перепробовала много разных причесок. И однажды я пошла в салон красоты, сделала химию. Мне просто испортили волосы. Они у меня были длиннее, чем сейчас. И когда я пришла уже в другую парикмахерскую, нужно было как-то менять эту ситуацию. И она мне начала состригать максимально эту химию. И вот так вот получился вот такой вот вариант, который мне сейчас очень нравится. Что вы скажете, это удачная случайность или несчастье? Абсолютно удачная случайность, потому что, как мы с вами видим, у Оли прекрасная фигура, она стройная, замечательная. У Ольги светлая, красивая кожа, ухоженная. А улыбка какая? Замечательная. И поэтому легкая небрежность при весьма такой оплывшей форме, ей идет. Ну что ж, Ольга, вы выглядите действительно замечательно. Спасибо, что вы пришли в студию. Но не хотелось бы вас отпускать. Займите почетное место на нашем диване. Оставайтесь с нами. Александр, давайте посмотрим следующую нашу модель. Галина, будьте добры. Галочка. Кому пойдет такая стрижка? Расскажите. Такая стрижка подойдет для того, чтобы скорректировать благодаря тени, нарушенной возрастом овал лица, потому что боб дает очень хорошее направление тени, и щечки как бы уходят в тень. И на самом деле с возрастом я бы очень рекомендовал пронаблюдать за тем, чтобы не позволять себе очень коротко стричь челки. Потому что обрубленная челка на полба, она открывает и делает лицо совершенно беззащитным. И на самом деле крайне непривлекательным. И в данном случае для того, чтобы скорректировать овал лица, чтобы не обращать внимания на мелкие мимические морщины, мы поступили таким образом. Укоротили волосы, а затем у Галины прекрасная шея. Я не побоялся ее открыть. Прекрасная. И таким образом на выбор длиннее, короче. А глаза такие. Прекрасный результат. Спасибо. Галочка, спасибо. Выглядите отлично. И третья модель. Замечательная Майя. Будьте добры. Маечка. Майя одета в строгий костюм, напоминающий костюм Шанель в чем-то. И мне очень захотелось, чтобы Майя не выглядела Матроной. Да. Чтобы в сочетании абсолютно строгий костюм. Безаполиционно хотелось бы какой-то юношеского задора. Это делается очень легко и просто. И легкомысленность. И очень важный момент. Если женщина бальзаковского возраста позволяет себе надевать строгий костюм, будьте добры, не делайте строгими волосы. Что нынче модно в области прихвативского искусства? Модно то, что идет вам. Невозможно снять парик с какого-то объекта и применить, например, к Майе. Невозможно. В области причесок есть тенденции в цвете. Так будем говорить. Сейчас модны золотых, медовых, рыжих, драматичные черные, натуральные, мягкие, бежеватые оттенки. Пожалуй, вся палитра, которую можно определить модной. Скажите, как сочетать объемы фигуры дамы определенной лет и структуру волос, ее объем? Есть ли здесь какие-то закономерности? Без сомнения. Потому что если взять во внимание простые законы геометрии, потому что перикмахерское дело – это геометрия в первую очередь. Безусловно. Мы не можем применить к большой фигуре маленькую голову. Потому что что мы будем видеть? Бочоночка на ножках. Это не мысленно. Мы не можем к стройной тонкой фигуре применить гипертрофированный объем. Опять-таки, если у вас худое тело, стройная фигура – маленькая аккуратная голова. И наоборот, если у вас большое тело, ни в коем случае недопустимо – маленькая голова. Понимаю. Очень полезные и модные советы. Итак, давайте подведем итог. Дамам элегантного возраста не рекомендуется носить длинные волосы. Омолаживать стрижки на основе формы боб и каре. Также легкая небрежность в укладке волос. Полным дамам нельзя носить слишком короткие стрижки и гладкие волосы. Можно объемные текстурные стрижки. Худощавым дамам нельзя слишком объемные стрижки. При окрашивании следует отдавать предпочтение натуральным оттенкам. Спасибо вам, Александр. Присаживайтесь, пожалуйста, оставайтесь с нами. А вы возвращайтесь, Майя. Спасибо и вам, милые дамы. Спасибо. Спасибо.